всем привет с вами магазин модерн автомузыка и электроника в нашем сегодняшнем обзоре будет акустика от компании best balance на русский язык переводится как лучший баланс их акустика и собственно вся продукция заявлена как доступные ски и посмотрим собственно говорящие ли у них названий best balance действительно ли лучшее сочетание компромиссное ли она и настолько ли оправдывает свои цены это мы подытожим в конце видео сейчас вас ожидает распаковка осмотр динамиков наши предварительные оценки и наше предварительное впечатление что мы уже составили об этой продукции об этих динамиках сами послушав в стенде в конце видео будет прослушка и подведение итогов ну что начнем знакомство начнем распаковку начнем мы пожалуй с того что расскажем как у них происходит обозначение у них буковки идут конечные b серия самая дорогая из того что представлена цешка ешка и эфка так предполагаем что вот по алфавиту у них собственно идет грубо говоря градация по качеству и цене наверное до дороговизне самое будет подходящее слово начнем с самой яркой их новинки выделяющиеся на фоне даже своих же динамиков даже коробку смотрите другого стиля сделали и обозначили ее не цифробуквенным обозначением а даже поставили приставку фанатик что значит фанатик загуглив одержимые идеи нетерпимые к чужим убеждениям то есть послушав динамики мы поняли что действительно динамики амбициозные недорогие дерзкие что получилось у них в эту цену динамики номиналом 50 ватт чувствительность достаточно высокая 91 децибел диапазон частот от 50 герц до 20000 герц что он будет в эти деньги в комплекте midbus с обычной корзиной нету какого-то дорогого покрытия но при этом диффузор здесь выполнен из прессованной целлюлозы или бумаги сверху он покрыт какая-то пропитка есть это придает свою жесткость это в общем то пока что предварительно говорит о том что динамик сам по себе достаточно сам по себе басовитый будет и по заявке производителя он играет до 5000 герц собственно это и слышно не забирается сильно высоко очень четко отыгрывает нижний midbus midbus очень хорошо подходит для современной музыки современной молодежи собственно потому наверное он такой и амбициозный дальше что у нас twitter и сейчас с достаточно большим диффузором два варианта установки заподлицо и в корпусе в чашечке напомню эти динамики в категории попадают до трех с половиной тысяч рублей то есть они даже дешевле чем компонентка от урал а к 74 c аватар cbr 621l и даже герц у на при этом у них у всех кроссовер первого порядка здесь мы видим косовер второго порядка здесь катушка и конденсатор бонусом вам еще добавляются сетки то есть все варианты для установки для молодежи очень хорошо подойдут динамики недорогие плюсов много звучат мощно достаточно агрессивно высокие частотки здоровски это мы все это потом послушаем по цене сказал недорого стоит а и самое то главное будут петь достаточно громко и чисто от магнитолы достаточно любой современной магнитолы пусть там будет хотя бы даже с какие-то срезы или усилитель все здорово подключаем погнали остальные динамики рассматриваемые в этом обзоре обязательно уже нужно подключать к усилителю рассмотрим более высокую серию ешка это коаксиальные и компонентные динамики так и так сс-165 е и сразу же давайте его собрата компонентного очень уж они между собой похожи все таки одна серия и так коаксиалка компонентка динамики номинал 40 ватт диапазон частот от 60 герц до 20 и 22 килогерц диффузор полипропилен подвижка достаточно легкая подвес резина катушка 1 дюйм классическое подключение клемм динамик магнит динамика спрятали в пластиковый корпус в комплекте кирица ничего лишнего только крепеж что у компонент так вот что у коаксиалок что у компоненток а за той разницей что здесь добавили два варианта для установки твиттера то есть из установка заподлицо и наружная установка twitter 1 дюймовый информация о материале мембраны нет по звучанию слышно что это не металл ткань в комплекте есть фильтр в виде кроссовера первого порядка просто один кондер все ничего лишнего от себя добавим что динамики достаточно недорогие компонентка четыре с половиной опять же да подороже чуть чем названы ака 74 c аватарки cbr к коаксиалки цена вообще подарок 3000 рублей то есть эта линейка чуть повыше чем фанатик ну и поинтереснее звучит также рекомендуется для прослушивания современной молодежной музыки то есть какой достаточно напористый достаточно насыщенный по басам и высоким частотам виде женского вокала следующая линейка сторон сс-265 c номинал повыше 60 ватт чувствительность 91 децибел диапазон отыгрываемых частот от 55 герц от 24 килогерц заявляет что это у них получилось за счет классной пищалки пищалки здесь играть действительно шикарно площадь диффузора большая установка интересная на 3 саморезах которые кстати в комплекте шестигранники вам не придется носиться по городу искать их кроме установки заподлицо предусмотрена установка на панель виде вот такой стоечки и так mid bass здесь также полипропиленовый диффузор резиновый подвес колпак вогнутый клеммы подключение вариант классический либо на винтах через вилочки хотите можете через колечки чтобы точно не отвалилась магнит спрятан в кожухе остается только догадываться его размерах динамик достаточно увесистый антирезонансного покрытия у корзины нет катушка 1 дюймовая ход достаточно тяжелый однозначно установка достаточно мощного усилителя хорошего класса кроссовер достаточно изящно выполнен клеммы спрятаны не нужно будет какая-то дополнительная изоляция их попробуем открыть такой достаточно тугой крепеж не развалится не торопитесь при открывании можно сломать будете действовать более аккуратно не сломаете и так здесь кроссовер что для меда высокочастотника 2 порядка кроссовер для пищалки есть вариант выбора усиления от минус 3 децибел 0 в 0 и усиление плюс 3 децибела по нашему первому впечатлению от прослушивания скажем что динамики очень классно отыгрывают нижнюю середину середину верха вообще шикарная вниз не сильно забирается конечно он просит себе в помощь мид бас то есть если у вас будет еще стоять 20 . и либо какой-то более басовит и там 6 дюймовый динамик будет картину вас более насыщенная может быть вашу картину спасет сабвуфер закрытом ящике и так им для полноценного звучания рекомендуем что-то более низкочастотная в довесок так ну и самая топовая акустика в линейке best balance на сегодняшний день модель ss 265b даже производитель предупреждает high fidelity car аудио видимо у нас колдовщик знает английский язык предупредил нас дорогая подписал как переводится высококачественная аудиосистема так и так параметры что пишут они сами двухкомпонентная акустика мид 6 половиной дюймов twitter 11 дюйм чувствительность 92 децибела мощность рмс 75 ватт диапазон воспроизводимых частот от 50 до 25 килогерц как будто их тот слышали и так но тем не менее очень приятно что он умеет их воспроизводить что мы видим здесь мидбас уже в металлической корзине корзина имеет покрытие очень похоже конечно анти резонанса но что-то слишком мелкая для него подключение классическая вилочками магнит достаточно большой здесь не стали его прятать под несъемный колпак подвес резина достаточно мягкая диффузор полипропилен вогнутый колпак увесистый достаточно динамик мы же рассказываем о первых впечатлениях дальше что у них комплекте кроссовер twitter с одним лишь вариантом установки западлицо выполнен он в металлическом корпусе площадь диффузора чуть поменьше чем у других серий материал пропитанная ткань не металл материал не сообщается кроссовер в комплекте достаточно красивый можно его ставить даже скрыться наружу за такой будет не стыдно что для меда что для высокочастотника предусмотрим фильтр второго порядка подключение варианты подключения twitter так что здесь минус 3 плюс 3 децибела по увеличению мощности мид можно подключить два варианта среза я так понимаю это мы слушали это было видно вернее слышно при первом прослушивании варианты soft rock более низкая срез частоты более высокая настройка по срезам сразу скажу на первом варианте подключили думаем где мидбас акустика вроде такая внушающая ожидали ну где где мидбас где будет переключили другой режим на soft rock вот она по-моему такое приключение soft это более мягкий срез rock более отвесистый то есть по-моему как раз это идет первый второй порядок информации нету об этом только догадывались рок это не значит что рок более какая-то агрессивная музыка и так здесь поиграетесь с настройками сами для себя вывод какой сделали один вариант для использования с мидбасом в паре 2 для использования просто в двухкомпонентном режиме что у нас еще есть крепеж здесь тоже позаботились положили красивые шестигранники для красивых twitter of давайте послушаем акустику в стенде источником звука у нас будет магнитола alpine утре 92 bt усилителей двухканальных у best balance пока нет есть здоровский конечно четырехканальный 4 по 100 ватт модель называется м4 но это тема отдельного разговора в этот раз у нас будет двухканальник по 80 ватт но тоже хорошие давайте приступим к прослушиванию и 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 Я думаю, она покажет. Блядь, привыкаешь к комплексу и двигаешься. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 достаточно низко возможно она справится mid bass и поэтому она все-таки подороже она полностью выполняет то что должна выполнять фронтальная акустика mid bass bass уже пусть делают другие звенья серия c здорово также сконнектится с сабвуфером полностью его доработает в целом по всем представленным динамикам best balance отметим следующее сочные вкусные чистые высокие частотки в недорогих сериях хорошее преобладание mid bass а в топовых mid bass а практически нет более кристальное звучание на середине и выше mid bass достигается другими звеньями возможно кстати и best balance не обязательно в целом по продукции best balance почему-то достаточно мало информации о и характеристиках что на коробке что на сайте фотографии подробных вообще так на нашем сайте почему-то намного больше чем на официальном сайте производителя но я считаю это не проблема по характеристикам все больше и больше инфы появляется в интернете очень много проходит замеров параметров фотографии тоже в интернете найдете с этим проблем нет самое главное звучание для чего эти динамики покупают конечно звучание звук нам понравился у каждой серии естественно свой характер звучания своя комплектность и соответственно своя цена и перейдем к итогу который мы хотели с вами подвести конечно можно было положить и гриле во все комплекты тут они сделали правильно недорогой серии гриле есть тот сегмент которым скорее всего гриле нужно будет более дорогой для более состоятельных людей кому нужно будет сетки купит это не проблема большинству в машине на самом деле сетка не нужна динамик ставится туда под обшивку не будете же снаружи сеточку прикручивать потому что она в комплекте лежала соответственно где надо было положили день не надо было не положить по конденсатором такая же тема вспомните с чего начинали видео достигнут ли баланс конечно можно было положить ну смысле установить более крутые аудиофильские конденсаторы и вообще кроссоверы второго порядка сделать во всех этих линейках но я считаю у данной компании ценовая доступность и хорошее звучание за счет лучшего баланса все-таки достигнута поэтому best balance действительно сделал хороший баланс качество и звука ждем что у них там получится будет ли вообще в серии а заметили дабы у серии f е b c есть ашки интрига будет ли может быть это будет трехполоска очень ждем чтобы у них появились овалы и двадцатки а вам же желаем найти хороший баланс в звуке и жизни с вами был магазин модерн автомузыка всем пока